Когда пациент должен быть направлен именно к травматологу? Это спихивание пациента к другому специалисту. Границы методов, они настолько размазались в последнее время. Все, наш пациент, мы начинаем его лечить, ОМС за это платит деньги. Иногда длительность постановки диагноза исчисляется годами. Я не назначаю ненужного лечения. Хруст без боли не требует какой-то активной терапии. Все, идти вам больше от меня никуда не нужно. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня в студии Первого медицинского канала я, Дарья Кусевич, ревматолог, и мой коллега-травматолог Юрий Глазков. Здравствуйте. Привет, Даша. Очень много вопросов, когда идти к ревматологу, когда идти к травматологу, когда понимать, вот пациент должен куда идти, что его должно беспокоить? На самом деле, когда к нам идут пациенты, тогда, когда у них есть проблемы, чаще всего это суставы, чаще всего это крупные суставы. Маршрутизация пациента, если мы берем городские амбулаторные, как правило, звенья, то маршрутизация начинается все-таки либо с хирурга, либо с терапевта, который уже определяет, куда двигаться. Я думаю, что здесь напрямую проблема, они же есть, как мы знаем, эти проблемы маршрутизации при наших патологиях. Напрямую связано с тем, кому пациент попал прежде всего. Все мы знаем о отложении каких-то солей где-то там в суставах, да, и с чем, кому с этим идти? Конечно, к терапевту. Терапевт, как правило, смотрит и говорит, не, деточка, это не мое, это, наверное, к травматологу тебе надо, сходи и запишись. Если человек поступает, то есть попадает к хирургу, зная, что есть такие же отложения солей, но что-то слышал про артроз, а вроде артроз это что-то с хирургией связано, да, он идет к хирургу, хирург его уже отправляет к травматологу-ортопеду и, наверное, вот это вот первичная маршрутизация. Конечно, оптимально, когда в начале этого всего есть какой-то, скажем, врач общей практики, который понимает по каким-то определенным критериям, критерии, как правило, это лучевая диагностика, то есть все начинается с рентгена, определенный минимум лабораторных показателей и уже принимается решение, куда, потому что в ряде случаев мы тоже это знаем, что если затянуть вот это хождение по нам, по специалистам, то мы можем потом очень долго вытаскивать этого пациента из, ну, чаще, наверное, все-таки ревматологи долго вытаскивают пациента из того, с чем пациент ходил в течение длительного времени, абсолютно непонятным кому, когда он приходит ко мне, я говорю, знаете, у вас все в порядке, кроме того, что вас беспокоит, и я абсолютно точно уверен, что это не мое. Чье? Ну, здесь очень интересный момент, то, что на самом деле, во-первых, действительно времени тратится много и у пациента складывается обманчивое впечатление о том, что все в порядке, он обследуется, то есть он приходит в первичное звено к терапевту либо хирургу, получает необходимый диагностический какой-то, необходимый минимум, на который он должен записаться, сходить, сделать рентген, сделать анализы, и потом вот это наблюдение у специалистов, у терапевта и хирурга, оно может занимать и несколько лет. Как вы видите, как это может решаться, может быть, на уровне первичного звена, чтобы мы не ходили кругами или так и далее? Я думаю, есть смысл определить какие-то критерии, да, критерии при боли в суставе, ну, как правило, это все-таки обследование, о которых мы сказали. Мы делаем рентген и получаем, ну, скажем, рентгологически вторую стадию артроза, то есть мы видим остеофита, мы видим сужение суставной щели, при этом сустав отечен, при этом есть воспаление внутренней оболочки сустава, мы видим жидкость внутри сустава, мы убираем эту жидкость, если ее слишком много, и получаем обычную желтую, без патологических примесей, синвиальную жидкость. Здесь уже встает вопрос, это обострение артроза, либо нам необходимо этого пациента отправить на какие-то дополнительные анализы и попытаться найти какую-то системную проблему, тем более у этих пациентов, страдающим артрозом, скорее всего, за плечами уже несколько таких обращений к врачу, условно раз в полгода, как правило, женщина чаще приходит к доктору и жалуется на то, что походило немножко, отек сустав. То есть задача определить, видим ли мы в этом некую систему или это просто проявление обострения хронически текущего процесса, который называется остеоартроз коленного сустава, плечевого сустава, не важно, голеностопного сустава. К сожалению, есть и со стороны травматологов-ортопедов, и со стороны ревматологов, есть некий момент, назовем это честно, залечивания пациентов. У меня в практике было общение с достаточно большим количеством пациентов, почему-то это были девушки молодые, которым при всех тех описываемых ситуациях, но единственный, там есть маленький момент, был эпизод травмы в анамнезе, незначительный, вешала шторы, присела с ребенком на пол, начала вставать, что-то случилось. Часто, если ребенок маленький, постоянно на руках что-то нужно делать. И при этом была назначена вот прям несколько случаев, там можно, наверное, на пальцах двух рук их обозначить, была назначена серьезная терапия препарата типа метипреда. Просто, я считаю, ни за что. Причем это не то, что где-то там в каких-то частных маленьких практиках, да, это действительно серьезное учреждение. Вот как к этому относиться? И потом же эти люди приходят ко мне, и они приходят, ну, скажем так, с побочными эффектами, у них уже колено не болит, у них другое болит. Вот как здесь та грань, которая позволяет не назначать, ну, есть у меня кредо такое по жизни, да, даже такой слоган, что я не назначаю ненужного лечения, я не делаю ненужных операций, не назначаю ненужного лечения. Стараюсь на сто процентов каждый день. Получается, как здесь не уходить в какие-то протоколы, которые отек, там, какие-то повышения определенных параметров по биохимическому анализу крови. Все, наш пациент, мы начинаем его лечить, ОМС за это платит деньги. Вот как здесь правильно сыграть в эту игру, и чтобы, собственно, помочь пациенту? Здесь очень интересный момент, несколько, которые мы коснулись. Первый момент – это такая широта диагностики. То есть, если для ревматологического пациента, для первичного осмотра недостаточно, чтобы у пациента был общий анализ крови, общий анализ мочицы, реактивный белок и рентгенографии того сустава, который беспокоит, то, конечно, если мы предполагаем, что там есть какой-то травматический компонент мягких тканей, то тут уже прибавляются такие методы исследований, как МРТ. И, к сожалению, очень редко в последнее время я встречаю людей, которые знают разницу между рентгенологическими методами и МРТ непосредственно. Границы методов, они настолько размазались в последнее время в основном для обывателя. То есть более дорогостоящее исследование кажется более нужным, более правильным. И здесь приходится объяснять, что не нужно делать там только один метод, иногда нам нужны оба эти метода, чтобы совместить полностью понимание ситуации. Вы просите у своих пациентов рентгеновские снимки или только по МРТ? В зависимости от того, что мы хотим увидеть, у нас есть критерии входа в клинику, то есть 60 плюс-минус. Если пациент до 60 лет, если у него не было эпизода травмы и длительно текущие боли, то, соответственно, рентгена нам вполне достаточно. Я не думаю, что мы увидим что-то на МРТ новое. Если был эпизод травмы, если это пациент от 18 до, наверное, до тех же 60 лет, если внезапно, если на фоне полного благополучия что-то началось, то мы просим МРТ в 100% случаев. И второй момент, то, что назначение гормональных препаратов, это достаточно частая ситуация, особенно внутрисуставные, если отек сустав, это повсеместно практически практикуется. Иногда в таблетированной форме назначаются гормоны. И как с этим бороться? Вот я вернулась к вашему вопросу. Я на самом деле четко не знаю. Может быть, наша программа поможет с этим разобраться. Почему? Потому что это удлиняет длительность диагностики для пациента, поиск проблемы. Если это системное воспалительное заболевание ревматической природы, иногда длительность постановки диагноза исчисляется годами. В среднем, например, диагноз анкелозирующего спондилита через 6 лет от дебюта ставится нашим пациентам, а диагноз ревматоидного артрита часто дебютирует в течение первого года после развития первого артрита, но может затягиваться на 5-7 лет и быть недифференцированным артритом все это время. То есть 7-5 лет мы лечим неизвестное заболевание у пациента, потому что просто не можем найти тот момент, когда у него развернется полный критериальный диагноз из-за того, что идет какая-то сопутствующая терапия. И здесь мы уже поступаем иногда антигуманно, мы отменяем все. И это достаточно болезненно для пациента, потому что гормональная терапия облегчает его состояние, чтобы увидеть признаки определенного состояния. Мешает ли вам назначение гормональных препаратов для определения дальнейшей тактики введения, для диагностики? Или здесь уже не так это серьезно, как вот? Я думаю, что когда пациент уже лечен кем-то, одним доктором, будь то ревматолог, будь то травматолог-ортопед, действительно имеется какая-то смазанность ситуации, но по большому счету для нас прежде всего что? Для нас прежде всего помочь пациенту в его острой ситуации. То есть, если мы говорим о хронической текущей проблеме, ну это просто лечение симптоматическое, то, о чем вы сказали. Если это остротекущий, остро возникший процесс, то, наверное, здесь какая-то мощная симптоматическая терапия, она может, ну мы берем синовид, допустим, коленного сустава, она может действительно смазать ситуацию и в настоящий момент облегчить состояние пациента, но прикроет для нас какие-то симптомы, которые говорят о том, что как раз это не ортопед должен не доктор в травмпункте, не хирург в поликлинике лечить, а это должны лечить ревматологи. И вот здесь, ну, на самом деле, я думаю, что должны быть какие-то все-таки определенные критерии, прежде всего клинические, лабораторные, рентгенологические, которые должны определять. И еще вот, возвращаясь опять к началу нашего разговора, я думаю, что этим отбором не вы, не мы должны заниматься. То есть, действительно, вот это вот то, что происходит, оно неправильно. То есть, вот это вот спихивание, а это, ну, надо называть вещи своими именами, да, это спихивание пациента к другому специалисту. То есть, это не мое, точка, а чье? Ну, наверное, это ревматологическое. Приходит пациент к ревматологу, он говорит, извините, а кто вас ко мне направил? Ну, вот направили, вам не ко мне, а к кому? Ну, идите обратно к доктору, он вам скажет, кому вам. Да, это не мое, точка. И вот здесь начинается, ну, людям надоедает, когда их футболят, когда их пинают, без какого-то ответа на вопрос. И, собственно, ну, здесь, наверное, человек что делает? Он открывает компьютер и пытается понять там, кто может ему помочь. Начинаются различные частные клиники. Да, я сам частный практикующий врач, поэтому не могу говорить, что все плохо. Это плохо, да? Да, и везде хотят только заработать денег. На самом деле, ну, сейчас все-таки развитие частной практики, оно становится такое более пациентно-ориентированное. И когда пациент попадает, ну, к условному доктору, пусть ко мне, да, я уже имею достаточное количество времени, ну, слава богу, достаточное количество образования мозгов, чтения различных трудов, для того, чтобы действительно понять, что да, мы можем помочь этому пациенту, это наш пациент. Почему? Потому что у него на рентгенограммах есть проблемы, у него болит один либо два коленных сустава. Условно, при вот таких вот нехороших рентгенограммах пациенту, ну, скажем так, 70 лет, что говорит о том, что это может быть. Да, у него нет никаких сопутствующих проблем в других суставах, в частности, для меня маркер все-таки это мелкие суставы, в частности кисти. И я могу сказать четко, что да, вы мой пациент, и мы имеем возможность предложить вам определенные консервативные методы лечения, определенные оперативные методы лечения. Ну, собственно, все, идти вам больше от меня никуда не нужно. Здесь очень интересный момент, то, что такая плотная междисциплинарная команда, когда мы работаем вместе, дает понимание не только, что это не мое, но и возможность предположить, что это. И вот здесь мы натыкаемся на такой момент, что, мне кажется, в медицине в целом есть вот это ощущение одиночества в профессии, если нет такой команды, если нет возможности кому-то сказать, давай подумаем, что это, вот за границей моих знаний это выходит. Поэтому, конечно, я думаю, что это должно работать и внутри профессионального сообщества, и в рамках междисциплинарного взаимодействия, что, к сожалению, сейчас встречается крайне редко, но мы работаем над этим. То, что касается хондроитина и кликозамина, очень интересный такой момент, потому что на самом деле мы ведь в поиске, мы же ищем, и мы видим этих пациентов, у которых есть какие-то метаболические проблемы, может быть, это сахарный диабет, повышение давления, которым иногда помогают эти препараты, но это должна быть ранняя стадия артроза, и зачастую мы не можем точно сказать, поможет ли конкретному пациенту этот препарат. Почему такое скептическое отношение к хондроитину и кликозамину в сообществе, особенно у травматологов, это, по-моему, даже порицается на значение такое? Нет, я просто присутствовал на последнем конгрессе ревмоортопедов, и так получилось, что моя лекция была, мой доклад был на секции именно ревматологов, я очень много нового узнал о хондроитине, о глюкозамине, о очень хорошем воздействии этих препаратов на организм, на лечение остеоартроза. Много нового для себя определило. То есть, ваше мнение какое насчет этих препаратов? Нам надо понимать и объяснять пациентам, чего мы хотим добиться применением этих препаратов, потому что по телевизору им рассказывают о том, что от определенной мази у них в колене восстановится и вырастет новый хрящ, да, и, соответственно, вот от этих таблеток произойдет то же самое. И здесь, ну, каждый день, я думаю, что и я, и вы, мы являемся некими развенчиваем мифы о том, что это не так. Наверное, здесь нужно не врать пациенту. Нужно сказать четко, что у нас есть три месяца, первый курс для того, чтобы определить, если это не какая-то срочная острая ситуация, это не травма, чтобы понять, поможет им это лечение или нет. Если боль непостоянная, если это начальные какие-то признаки повреждения механического и если уже скомпенсировано все остальное. То есть это ортопедическое пособие, это проведенная консультация травматолога, который уже предложил какие-то варианты, может быть, более интенсивной терапии, какие-то подколы. И когда мы понимаем, что чего-то не хватает. И вот в этот момент иногда добавление хондроитина и клюкозамина дает ту достаточную минерализацию для того, чтобы мы могли говорить о том, что вероятнее всего вот эти остаточные явления, небольшая какая-то болезненность, периодическая, она может пройти через три месяца по окончанию курса лечения вот этими препаратами. На самом деле, если это помогает, то к концу первых полутора месяцев мы уже понимаем, что эффект есть. Если не помогает, то, ну это мое личное мнение, что лучше не возвращаться к этим препаратам и уже искать, может быть, другие методы лечения. И тут у меня такой вопрос. Вот мой пациент, третья-четвертая стадия артроза, коленные суставы. Какие сейчас есть возможности, чтобы, есть ли такие возможности, чтобы отсрочить оперативное лечение именно эндопротезирование? Или здесь уже смысла нет и нужно смотреть на возраст, на возможности восстановления, ресурсы организма, и тут как решать эту ситуацию? Ну мы же с вами все-таки немножко на придерживании доказательной медицины, да, поэтому мы не называем лечение... Мы не называем препаратами. Препаратами, да, а мы говорим о приеме веществ, которые, возможно, вам помогут. Да, все это биологически активные добавки. Это первое. Третья-четвертая стадия артроза. Третья стадия артроза – это уже разрушенный сустав. Четвертая рентгологическая стадия артроза – это практически анкилоз, то есть когда сустав неподвижен, что мы видим, слава богу, редко, но тоже периодически видим. К сожалению, вопрос сейчас так очень активно муссируется не в профессиональной, слава богу, среде, а в среде общения доктора и пациента о различных волшебных уколах, волшебных таблеток меньше, но уколах – да. Что сейчас мы имеем в арсенале? Первое – это, конечно, гиалуроновая кислота, которая не работает, ответ на ваш вопрос, ни в третьей, ни в четвертой стадии, и в меньшей степени во второй. Это уколы с тромально-васкулярной фракции, то есть это жир, полученный, добытый из пациента, обработанный, введенный определенная фракция опять же в сустав. Это процедура использования концентрата костного мозга, так называемая BIMAC-процедура. Все это не будет работать, но, к сожалению, об этом говорится, и в том числе в общеизвестной и популярной программе информативность и доверие пациентов, которые намного больше, нежели чем к вам и ко мне. На первом канале есть такая, на втором канале есть подобная. И это делается, это используется в лечении пациентов с третьей стадии артроза, потому что об этом говорится, но на самом деле это не работает. И третья стадия артроза – это показания исключительно к хирургии. Если пациент по тем или иным причинам не может перенести хирургию, то здесь речь идет о симптоматической терапии, прежде всего нестероидные противовоспалительные препараты, которые, как правило, на пожилых пациентах, это пожилые все-таки пациенты, в большинстве случаев, тоже не очень хорошо действуют в плане сопутствующих проблем, побочных осложнений. И здесь, как я говорю пациентам, если вы сейчас об этом не задумаетесь, вас ждет недвижимость и все. К сожалению, мы же тоже не волшебники. Хочется вылечить всех. Давайте предположим идеальный вариант. Только-только заболело колено. Не знаю, прошло полторы недели, но меньше вряд ли прошло, прежде чем пациент дошел до врача. И он приходит к вам на прием. Молодой человек, порядка 40 лет. Водит машину, что-то там побегал, перегрузил колено. Это лучший вариант, чем если мы встречаем третью-четвертую стадию артроза. Но что в этот момент можно предложить, если нет такой какой-то травмы, разрыва связок, какой-то хирургической ситуации? Впервые возникшая боль в коленном суставе без отека. Может быть, минимальный какой-то синовит есть. Нет травмы в анамнезе. Будет назначена противовоспалительная терапия местно, внутрь. И через неделю, может быть, чуть больше, назначен повторный прием. По своему опыту могу сказать, что этот повторный прием превращается в телефонный звонок. В большинстве случаев, когда пациент... А, и плюс еще при клиническом осмотре. Мы смотрим колено у каждого пациента, вне зависимости от того, что мы увидели на рентгене или на МРТ. Потому что не всегда диагноз совпадает с тем, что есть на пленке или на диске. И мы получаем от пациента хорошие результаты того, казалось бы, самого простого лечения. Ну и, собственно, он забывает обо всем. Периодически бывает, что эти пациенты возвращаются к нам, когда на большей нагрузке появились те же самые симптомы, либо на той же нагрузке появились те же самые симптомы. И здесь тоже очень много зависит от отношения пациента к этим проблемам. Потому что один человек может подумать, что доктор назначил мне лечение, оно помогло, почему бы мне не пройти его еще раз. Да, он проходит его еще раз, но у него все проходит. И условно на полгода ему хватает, его устраивает. Полгода, раз в полгода, противовоспалительная терапия, прекрасно себя чувствует, я по себе могу сказать, что я поступал бы так же. Помогает, не болит. У меня нет повышенных требований, мне не надо три раза в неделю выходить на футбольное поле даже в любительской команде. У меня есть любимая работа, семья, мне себя на все хватает. Да, периодически что-то беспокоит. Я думаю, что практически у любого человека после, не знаю, наверное, 35 точно рано или поздно где-то что-то кольнет. Другой момент, что если любая, даже минимальная физическая нагрузка более часто вызывает у пациента те же жалобы. Здесь ответ абсолютно четкий, необходимо до обследования. До обследования в данном случае это магнитно-резонансная томография. То есть данным пациентам я не вижу смысла назначать рентгенограмму, потому что в подавляющем большинстве случаев после выполнения рентгенограммы он получает рекомендации помазать опять же мазью и съесть какую-нибудь таблетку, что не решает его проблемы. То есть если человек, ну скажем, относящийся так пристально к своему здоровью, он все-таки обратится к доктору Гуглу, который ему скажет, что парень единой МРТ. То есть магнитно-резонансная томография, на которой мы уже можем увидеть состояние хряща. Нет проблем, если это хороший полутора-то слова, томограф. Мы можем увидеть, и это будет в большинстве случаев случайными находками, какие-то проблемы с менисками. Опять же, к моему сожалению, я как-то это, как сказать, борюсь с ведьмами. Да, вот постоянно, постоянно уже много лет, потому что, когда пациент приходит ко мне как к третьему, к четвертому доктору и говорит, что док, вы первый, кто открыли этот диск МРТ у себя на компьютере, раз, вы первый, кто не прочитали то, что у меня написано в заключении МРТ, и вы второй, кто посмотрел мою колену. Ну что вы, Юрий, мне говорят, вы первый доктор, который меня разделал, посмотрел суставы. Правильно. Вот. То есть, здесь, опять же, ну, некая, я не знаю, ну, правильность нашего поведения, какие-то регламентации, осмотр пациента. Ну, то есть, нельзя читать МРТ, потому что 99% МРТ пациентов, с которыми они приходят, если их читать, то этих людей надо оперировать. Ну, тут мы приходим к такому некоторому требованию универсальности от врача. Мне и вам легко судить об этом, потому что у меня есть специализация по ультразвуковой диагностике, есть дополнительные курсы по рентгену, по МРТ, и как ревматолог, я считаю, что я обязана знать, как минимум, уметь интерпретировать методы визуализации. Я просто книжки на эту тему читаю. Ну, это же не является обязательным каким-то, да, это входит в программу обучения, но это не подвергается никакому отслеживанию, это совершенно необязательно, и это достаточно сложно делать на ограниченном приеме, когда нужно одеть, раздеть, посмотреть, выслушать, открыть МРТ-диск, который грузится иногда минут пять. Раздеть и одеть потом, наоборот. Да. И кто, как это может делать человек? что надо купить, это начать, это купить более мощный компьютер. Раз. Если это Apple, и там нет дисковода, купить хороший дисковод. Это два. Третье, принципиально, не читать с ним заключение МРТ, то есть, ну, просто плавать, да. Четвертое, сейчас есть огромное количество профессиональных обучающих программ, и не надо ходить, ну, нам же, мы никому ничего не должны, да, это же мы для себя и для пациентов, да, поэтому вот эти все бумажки, которые у нас есть, они, ну, для кого-то. Ну, есть удобные дистанционные программы, да. Третье, я думаю, что у всех в телефонах есть лучевые диагносты, хорошие, которым мы отправляем пациентов, к которым можно прийти на один день и, собственно, погрузиться в эту проблему. Пятое, есть шикарные курсы, там, той же ультразвуковой диагностики для ортопедов в Казани. В Казани, вообще, я считаю, лучшей, мекко-эдюкацией для врачей на данный момент, по количеству тех, того, что там есть. И учиться, 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 никто не научит. И если человек попадает в какую-то, ну, скажем, такую территорию 10-минутного приема, ну, мы будем видеть направление на операцию, когда доктор будет смотреть заключение МРТ, разрыв мениска, разрыв передней крестообразной связки и, собственно, отправлять пациента дальше маршрутизация. А мы же с вами знаем, допустим, загруженность хирургов сейчас в ортопедических и термотологических отделениях. И, ну, много из них, большинство, наверное, там, это мои хорошие приятели, они у меня в телефоне, но, тем не менее, не всегда получается у них смотреть пациента до... Перед операцией. Не перед операцией, это некорректно будет сказать, до дня госпитализации. Психологический фактор. МРТ, наверное, ну, мы берем Москву, я не знаю, процент, но я думаю, что процентов 80 делается в частном порядке. То есть, человек приходит с какими-то проблемами, платит деньги, и тут он получает заключение, в котором написано, что у него все хорошо. То есть, здесь включается мышление такое, что, а, мне сделали плохой МРТ, и, б, доктор, который его описал, он, наверное, что-то не увидел, либо не захотел увидеть, либо просто не понимает. Наверное... У меня же болит, это первое, а второе, я же заплатил денег. Наверное, должно быть какое-то время для понимания того, что ты имеешь право написать, что у человека нет патологии. Потому что ко мне приходят пациенты, которым я говорю, что у вас нет системного ревматического заболевания, им уже до меня сказали, что оно есть, и возникает, ну, слава богу, редко, но иногда возникает противодействие с моим мнением, мнение пациента о собственном заболевании. К вам часто приходят пациенты, у которых хрустят колени? На самом деле, это, наверное, самый частый вопрос, когда, особенно пациенты до 35 лет, мне приходят, говорят, хрустит коленка постоянно. Вот ничего, не болит, просто хрустит. И чаще всего это решается направлением к ортопеду, подбором индивидуальных ортопедических стелек, и хруст волшебным образом пропадает. Я в своей практике начинаю с отправления к своим реабилитологам, и решение проблем с биомеханикой их походки, с биомеханикой сустава. А первое, самое главное, что я им говорю, то, что пока это хрустит безболезненно, а чаще всего это всю жизнь хрустит безболезненно, делать суставам ничего не нужно. Потому что есть такие догмы о том, что хруст в суставах приводит к тому, что они разрушаются. мы понимаем, что это не совсем правильно. 80% биомеханики переднего отдела сустава может сопровождаться хрустами. Чаще всего это все-таки передний отдел, реже это проблемы с менисками, проблемы со связками. И, наверное, как говорят, лифотилон, то есть не трогать этих пациентов. Да, здесь мы должны немножечко тезисно сказать, что хруст без боли не требует какой-то активной терапии. Если это сопровождается болью, уже возможно после дополнительной диагностики назначение каких-то симптоматических препаратов. Собственно, наверное, на данном этапе... И покупкой абонемента в спортивный зал. Да, и заниматься. Вот это очень интересный момент, кстати, если смотреть и перенапряжение мышц, и недостаточная нагрузка может привести к болям, например, в коленных суставах. То есть часто это ну как диаметрально противоположная по сути вещь. Ну это очень хорошо разгружаем в двух соседних кабинетах. В одном напрягаем, в другом расслабляем. Ну должна быть какая-то, должен быть у пациента выбор, да, конечно, выбор это не пациент делает, а врач, ну в частности в нашем случае это врач-реабилитолог, который уже смотрит, как надо скоррегировать нагрузку, дабы пациенту было лучше. Но это все-таки самые простые пациенты, которых беспокоит некий функционал, да, не боли, не, скажем, не хронические боли, не острые какие-то боли, а это просто реакция на ту перегрузку суставов, которую они получают при своей ежедневной спортивной активности. Сейчас очень много, очень популярен бег, все куда-то бегут за медальками, периодически, я бы сказал, регулярно они забегают и к нам, после, в воскресенье, в субботу обычно все эти марафоны порвают полумарафоны, и вот с понедельника мы начинаем переваривать то, что люди набежали за выходные. Вот здесь тоже важна такая некая образовательная часть, потому что эти же нагрузки, с чего мы начали, они приводят и к сеновитам, и к отекам, выражающимся в отеках, и к каким-то стартам каких-то больших проблем, которые в суставе имеются. Я думаю, что, наверное, зрителям надо сказать, что самое главное это некая коллегиальность в подходе к принятию решения о лечении каждого конкретного пациента. мое убеждение, тем более в настоящее время с этим особо нет проблем, это все-таки получать второе мнение, если нужно третье мнение, если у вас есть какие-то сомнения, либо лечение не помогает. Я своим пациентам, даже когда я первый доктор, к которому они пришли, не всегда это бывает, но чаще все-таки это второе, третье мнение, уже такое более экспертное, скажем. И когда я вижу то, что есть проблемы, есть вопросы, в которых я менее компетентен, допустим, чем вы, а я понимаю, что проблема пациента, симптомы, которые он описывает, клиническая картина, которую я вижу, стоит где-то на грани наших специальностей, областей, мне не зазорно послать пациента на дополнительную консультацию к тому либо иному специалисту. То есть, я думаю, что это важно не замыкаться на каких-то своих знаниях, которых однозначно, как мы с вами перечислили, должно быть немножко больше, нежели чем требует наша специальность. То есть, это и лучевая диагностика, и УЗИ-диагностика, условно, уколы в такие суставы, как тазобедренный, голеностопный, голеностопный в меньшей степени, тазобедренный, допустим, без УЗИ-навигации вообще делать нельзя, это противопоказание. То есть, мы должны немножко шире мыслить, прежде всего, для наших пациентов, и не бояться говорить, что, ну да, мы чего-то не знаем, и, возможно, доктор, к которому вы можете пойти, знает это лучше меня, и я думаю, что здесь пациенты будут только благодарны. Мое мнение. Спасибо вам, что вы остановились отдельно на манипуляциях под ультразвуковым контролем. Действительно, это очень важный момент по поводу того, что любые инъекции в зоне тазобедренных суставов должны проходить под УЗИ-навигацией. Либо это может быть другая инструментальная визуализационная методика. Рентген. Рентген, да. Но это опасно, если мы не видим, куда идет игла. Это опасная зона, и я знаю такие случаи, я думаю, что вы тоже знаете такие случаи, когда игла попадала в бедренную вену, например, препарат попадал в сосуд, и заканчивалось это все тяжело и летально. Что касается, если мы возвращаемся к врачам общей практики и терапевтам, наверное, здесь важно сказать о том, что если у пациента есть утренняя скованность больше часа, но этого пациента определенно нужно направить к ревматологу, дав ему общий минимум, общий анализ крови, общий анализ мочицы и реактивный белок, возможно, биохимический анализ крови, ревматоидный фактор. Все, с этим уже можно отправить пациента к ревматологу, особенно, если он жалуется на боли и скованность в мелких суставах кистей, если он не может пожать руку, ему больно при знакомстве либо встрече со знакомыми, если ему больно сжать кисть в кулак и руку позадься. В любом другом случае, если это пациент, например, молодого возраста с воспалительным ритмом боли в спине, если утром он просыпается и ему нужно размяться, разойтись более часа, и эта боль проходит после движения, если появляются трудности посмотреть в зеркало заднего вида, это частый симптом спондилоартропатии, поэтому такие пациенты тоже должны быть направлены к ревматологу. И если здесь уже будет сложнее, если у пациента есть стойкие синовиты более чем в одном суставе, здесь вероятнее всего, если это не парные суставы, если это не оба коленных сустава или оба голеностопных сустава, пациент должен быть тоже направлен к ревматологу для исключения системной патологии. Когда пациент должен быть направлен именно к ревматологу? Когда в анамнезе есть травма, когда есть длительно текущая проблема со стороны как минимум одного, как максимум двух суставов, то есть мы говорим об артрозе, и когда наверное есть проблемы возникают после определенных неспецифических для этого пациента нагрузок, как-то спортивные нагрузки, которых до этого долго не было. Наверное вот это три пункта, по которым четко пациент должен ориентироваться на ортопеды. Я немножечко добавлю, если у пациента появилась новая острая боль в суставе, скорее всего тогда он должен быть направлен к травматологу. Как вы считаете, нет? Если эта боль связана с тем, что впервые в жизни у него сустав отек на фоне полного благополучия, я бы сказал бы, что наверное к травматологу. Я бы поспорила, потому что моноартрит сустава это два варианта, наверное. Это либо инфекционный артрит, либо мёгкокристаллический. А кто лечит инфекционный артрит? Инфекционный артрит лечат хирурги. То есть ещё надо приглашать студию хирурга в следующий раз? На самом деле это очень интересный момент. Тут очень много специалистов в междисциплинарной команде. Если у пациента, который обратился к терапевту, есть, например, сахарный диабет, в первую очередь мы должны обследовать его и в этом направлении тоже. Коррекция по эндокринопатии часто помогает нашим пациентам в их ведении, их лечении с суставными проблемами. Так что здесь нам нужен ещё и эндокринолог. Уважаемые зрители Первого медицинского канала, мы попытались понять, к кому надо адресовать пациентов с проблемами, с болями в суставах. И вывод, наверное, один, что это должна быть всё-таки междисциплинарная команда, которая целиком работает на благо, на здоровье пациента. И каждый человек в этой команде понимает, что он делает. И будучи даже узким специалистом, как он себя считает, работал в команде более широким мировоззрением. Спасибо, что посмотрели нас. Всего вам доброго. мировоззрением. Субтитры создавал DimaTorzok